Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором каждый день публикуется огромное количество видео по танкам. Если вы хотите ничего не пропускать и быть в курсе всех новостей, видеть все обзоры, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Жмите на колокольчик, выбирая все уведомления с канала, а еще буду безумно благодарен вам за лайк под данным видео. Помогите мне дойти до 60 тысяч подписчиков и я буду вам за это безумно благодарен. Итак, ребят, обсудим обновление, но на примере всего лишь одной машины. Да, разработчики в этом обновлении внесли изменения в огромное количество десяток. Кому-то порезали КД, кому-то КД наоборот подняли, у кого-то забрали немножечко альфы, а кому-то существенно добавили. Но все это ничто по сравнению с тем, что сделали именно с WZ-55. И почему я сделал выбор именно в пользу этой машины в виде обзора в целом на все обновление. Все очень просто. Дело в том, что ранее WZ лично на меня не производила абсолютно никакого впечатления. То есть это была просто обычная десятка, обычный тяжелый танк, который ничем не отличался от многих других тяжелых танков на 10 уровне. Именно исходя из того, что, во-первых, не мог за себя нормально постоять по причине не сильно хорошего бронирования, особенно нижнего бронелиста. Да и плюс к тому, альфа вместе с КД, который раньше он имел, не давали ему возможности нормально постоять за себя, когда вы входили в стычку с несколькими соперниками. И вот разработчики, как мне кажется, приняли самое грамотное решение в отношении апа данной машины, а точнее даже не апа. Они просто изменили геймплей на этой тачке. Дали возможность играть на принципиально новой машине и за это им огромное спасибо. Я редко хвалю разработчиков за ребалансы, которые они проводят по машинам, но в данном случае я считаю, что похвала очень даже заслужена. Что мы теперь имеем? Мы теперь имеем орудие, которое обладает двумя снарядами в барабане, имеет перезарядку внутри снарядов в 4 секунды, что в целом для тяжелого танка не так уж и много. Время перезарядки барабана составляет 17 секунд и в принципе это время перезарядки действительно можно пережить. И при этом всем вы накидываете по 460 единиц урона, что в целом дает вам 920 единиц урона с одного барабана. И если раньше, выезжая на ВЗ, вы могли дать одну тычку и получить в ответ приблизительно столько же, а иногда даже больше, то теперь в любом случае за два своих выстрела вы накидываете урона больше, нежели вам дают в ответ. Ну или наоборот, сначала принимаете урон, а потом отдаете два снаряда на 900 единиц урона. Что в целом является 1 третьей запаса прочности практически любой десятки на уровне. Ну и вот в принципе, благодаря вот этому изменению машина полностью преобразилась. Лично для меня, и если раньше ВЗ не вызывал у меня абсолютно никакого интереса в том, чтобы на нем играть, и я открыл его чисто из принципа, то теперь у меня желание играть на данной машине появилось гораздо больше. Понятное дело, что в снаряжении у нас забрали досылатель, ну и соответственно, я имею ввиду адреналин, ну и соответственно, в связи с тем, что здесь поставили барабанное орудие, я внес изменения в снаряжение и поставил себе форсаж, а в отношении оборудования, понятное дело, вентилятор себе не ставил и поставил себе улучшение пробития. Причем пробитие улучшается сразу на 20 единиц на базовом снаряде и составляет уже 274 миллиметра, что тоже позволяет довольно неплохо отыгрывать против хорошо бронированных десяток, ну и в принципе увеличивает шансы на пробитие. Так что же собой сейчас представляет WZ-55 в существенном апе данной машины? Для того, чтобы посмотреть, что это теперь за тачка, предлагаю заехать в первый попавшийся бой и посмотреть, как он теперь играется. Итак, ребят, давайте будем начинать. Начинать будем с того, что в машине, в принципе, в отношении маневренности, подвижности, отыгрывание от брони не поменялось ровным счетом ничего. Вот какая она была, такая она и остается. И в целом, в этой машине с этими всеми вопросами проблем не было абсолютно никаких. В отношении дополнительной механики. Если вы хотите, чтобы ваш разброс не увеличивался при движении вперед, то вам, ну прям в край, в край аккуратно, и это очень сложно, придется контролировать скорость своего движения. А вот при откатывании назад, даже если вы уходите на свою максимальную скорость, вы все равно свой круг разброса увеличивать не будете. Это действительно очень комфортно и действительно помогает вам отстреливать по своим соперникам второй снаряд в случае, если вы это делаете, пытаясь откатиться для того, чтобы не отхватить по морде. Хотя в любом случае по морде, скорее всего, отхватите, потому что скорости движения, ну не настолько прям достаточно для того, чтобы можно было спокойно это делать, не боясь абсолютно ничего. В отношении комфорта отыгрывания вот неровности. Если вы прячете свой нижний бронелист, то в целом все очень даже нормально. Вы вполне спокойно становитесь, играя от башни. По точности орудие действительно классное. И вот как сейчас получилось, я умудряюсь сделать два позитивных выстрела, посуммарно нанося приблизительно от 900 до 1000 единиц урона, причем одного из соперников я добираю. Все это как раз благодаря тому, что у меня есть в запасе еще один снаряд. И после того, как одного из соперников я добрал, ну либо, допустим, нанес ему урон, я имею возможность выехать еще на одного соперника, ну и, соответственно, ему тоже накинуть. Если вы остаетесь против двух соперников, у которых менее 400 единиц по хп, а по большому счету недобитками их считать очень сложно, вы при этом всем имеете возможность добрать обоих, если вашего хп достаточно для того, чтобы выдержать хотя бы один выстрел от одного из оставшихся, после того, как одного уже успели вынести. Если говорить откровенно, и чисто мое мнение, то, что сделали разработчики с этой машиной, это лучшее, что они сделали в этом ребалансе. В данной катке, понятное дело, что выдержать натиск я не смогу, понятное дело, что здесь будет проигрыш, но при этом все. Обратите внимание, что благодаря добавлению второго снаряда, а точнее превращение данного орудия в магазинное орудие, то бишь орудие с барабаном, вы имеете возможность гораздо выше, нежели это было раньше, заходить в топ по количеству урона и быть более полезным своей команде в любом случае. Сейчас попытаюсь вот этого брата добрать, жаль, нет уже, нет уже адреналина, но, обратите внимание, за этот бой, несмотря на то, что мы проиграли, я смог сделать два фрага, накидать урона, и я больше чем уверен, что количество урона, которое я набросал, будет несущественно меньше, нежели у тех танкистов, которые заняли топовые места. Заходите еще в одну катку и пытаться сделать что-нибудь еще получше, смысл никакого абсолютно не вижу, хотя лучшие результаты у меня получались, и я накидывал на данной машине и более 2800 урона вполне спокойно. В данном бою 1674, но для меня самое важное, как для игрока, который задвинут не на том, чтобы нагибать в каждом бою, а на том, чтобы получать удовольствие от боев, данная машина действительно преобразилась максимально. Я захожу в топ-3 по урону, и если бы команда отыграла немножечко получше, я реализовал бы еще дополнительных 1-2 барабана, и в любом случае занял бы, если не первое место в команде по урону, то второе мне было бы обеспечено однозначно. Не собираюсь вырезать данный проигрышный бой, потому что всегда показываю танки такими, какие они есть на самом деле. Не собираюсь ни от кого ничего скрывать, и никогда ничего не рекламирую. Но в данном конкретном случае могу сказать только одно. После того, как разработчики изменили полностью геймплей данной машины, изменив орудие с обычного цикличного орудия на барабанное, у меня лично желание играть на данной машине увеличилось в разы. И если раньше я никогда не советовал прокачивать данную десятку, то сейчас могу от себя сказать следующее. На сегодняшний день из тех танков, тяжелых, 10 уровня, которые есть с барабанами, я бы сказал, что данная машина становится ничем практически не хуже, нежели тот же самый М4, ой, простите, М6 Йох. Да, безусловно, у Йоха получше броня в башне и более рандомно приятная броня в передней части корпуса, но при этом всем кайф от игры на WZ-55 наконец-то появился. Пишите свое мнение по поводу изменений в данной машине, да и в целом по поводу ребаланса, мне будет приятно почитать, а еще буду благодарен, если вы подпишетесь на канал, ну и, соответственно, по возможности поставите лайкос данному видео. Пошел снимать следующий видос специально для вас, а вам искренне желаю мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok